Наибольшее опасение у общественников и краеведов вызывает с десяток исторических объектов. Немного, но даже их, считают митингующие, профильное ведомство Краевого управления охраной объектов культурного наследия спасти не может или просто не хочет. Стандартные отписки. Работа ведется, все хорошо, хотя вот сзади нас находится пример, который говорит о том, что работа не сильно-то и ведется. В социальных сетях поддержку акции выразили многие, но пришло всего около 20 человек, возможно, потому что в разгаре был рабочий день. Зато, говорят организаторы, не оказалось случайных людей. Подключились даже студенты-археологи. Они уверены, проблема глубже, чем кажется на первый взгляд. Сейчас также идет не только разрушение памятников истории архитектурных зданий, а также археологических памятников. Например, идет активная застройка фирсовского археологического микрорайона возле города Барнаула, и мы также хотим этого не допустить. То, что происходит с памятниками, уверены многие митингующие, никак не вяжется и с тем, что в историческом центре третий год создается туристко-рекреационный кластер. Казалось бы, вот здесь-то самое время подключить наше культурное наследие, привести в порядок наши объекты, заработать на них денег, на туристах. Но это не делается. Данил Дегтярев подчеркивает, в руках большинства частных собственников памятники погибают. Причем реальных наказаний за этим не следует. Общественники убеждены, нужно срочно спасать исторический центр Барнаула. Для этого они сегодня приняли резолюцию о том, чтобы активизировать работу Алтая Хронкультуры и сделать строже наказание для недобросовестных собственников исторических зданий. Следующий шаг – обращение на имя Виктора Томенко. Общественники надеются, что в Рио губернатора края сможет повлиять на профильное ведомство и не допустить утраты исторического и культурного наследия Барнаула. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.